15 июля 2024 год. Записываю исключительно, потому что был комментарий впервые про предыдущее видео, было не радужное, типа от меня там как-то без позитива. Ну, ребят, война вообще-то, так что как бы иногда и приходится некоторым образом реагировать на объективное изменение ситуации в худшую сторону. Но, в принципе, я еще раз говорю, я не вижу повода пессимистить. Просто что-то затягивается по времени. Хотелось бы уже по домам, да, то есть третий год, я лично третий год. Есть ребята, да, вот еще некоторые даже со мной сейчас находятся, ребята с других подразделений, они года еще не воюют. Ну, не знаю, насколько им легче, чем мне, но на третьем году это уже тяжковато, серьезно. Так что, как бы, когда происходят, опять же, дали патриоты, да, вот эти 5 систем патриот, вот это я переживаю за Харьков, я думаю, что какая-то часть из этих патриотов, ну, хотя бы один выделят на то, чтобы блокировать эти кабы. То есть, все вот это еще с марта месяца, как контузивами этим кабам, да, тут подработано. С тех пор я как бы жду, что придут наконец-то F-16 и позволят бороться. Я понимаю, что патриотами особо, ну, слишком жирно по кабам патриотами шмалять. Это можно только по самолетам уже носителей их уничтожать. Но, видимо, вот не дают разрешения американцы. Не знаю, какие они цели преследуют. Ну, как бы тоже, им что-то предъявлять дают нам патриоты, правда? Могли и не давать, тогда бы нам совсем все тяжело получалось. А так дают и патриоты, дают и вооружение. И, наконец, я думал, что F-16 сейчас послушал, ну, говорят, что уже точно, хотя бы в недостаточном количестве, но какое-то количество зайдет до конца лета. И какое-то количество еще дополнительно к концу этого года придет F-16. Ну, вот, с кабами это уже даст возможность бороться. Сейчас, сейчас, вы поймите, сейчас, кроме этих кабов, так, по факту, ну, это, наверное, самые большие такие проблемы, с которыми, ну, нечем, противоядие к чему нету. Потому что, ну, я вчера разговаривал с человеком, он говорит, я полгода уже техники не видел этих самых россиянской. То есть наступают, говорят, еще недавно совсем они хотя бы на мотоциклах атаковали, это здесь работают. А сейчас уже даже мотоцикла нет. Ну, и я тоже самое говорю, я тоже это вижу. То есть уже нету никаких там БТРов, там, каких-то танков, блин, на конкретном маленьком участке. Понятно, что видит сержант, блин, километр влево, километр вправо. Но, тем не менее, мы же видим динамику, тут были там танки, мотоциклы, в конце концов, а сейчас даже этого нет. Так что, как бы, сейчас с этими Ф-16-ми побороться, я думаю, что будет нормально. Так что, я извиняюсь, если я кого-то там дополнительно в депрессию загнался. Ну, конечно, покушение на Трампа, я не думаю, что оно скажется в пользу Украины, понимаете? Потому что, ну, это практически гарантированно дает ему пост президента. А это точно не в пользу, он такой обожатель Путина, что, ну, в общем, в любом случае нам свои работы, да, мы добьем быстрее, медленнее, там, все равно добьем Российскую Федерацию. Потому что, ну, у нас вариантов нет, нам, как бы, помогают достаточно для того, чтобы мы ее удавили. Если я буду Украины, не пореймайтесь.